В теплом и солнечном Таджикистане, как ни странно, зимой всегда были очень дорогие овощи и фрукты. Цены как на европейских рынках, при самых низких в регионе зарплатах. Ведь вся продукция импортная, привозится из Узбекистана. Этот парадокс призвано исправить программу развития ООН, согласно которой в Таджикистане строят теплицы, а дихкани ездят за границу постигать секреты научного земледелия. Он уже 20 лет выращивает хлопок и бахчевые. Недавно при поддержке программы ООН он создал парник. Теперь на 20 его сотках растут более 4000 саженцев, томата и огурцов. Мы несколько лет мечтали организовать для нашего хозяйства теплицу, чтобы зимой население было обеспечено своими овощами. Но у нас не было средств. В этом году при помощи филианского правительства нам удалось построить два парника. В одном выращивают томаты, а в другом огурцы. Они дают больше прибыли, чем другие овощи, потому что спрос большой. Все парники пытаются за счет солнечной энергии. Других источников при местном климате и не нужно. Экономия на электричестве и газе дает большое преимущество крестьянам. Дорогие овощи и фрукты – застарелая тажистская проблема. Причина – дорогая себестоимость, плохие дороги. Теперь дихкани надеются, что при поддержке ПРООН и Финляндии их продукция будет более доступной и конкурентоспособной. Во всех производственных отраслях мы прежде всего должны обеспечить товарам свой рынок. Это цель и программы ПРООН. Первая фаза заключается в строительстве. Так мы продемонстрировали земледельцам и предпринимателям, что условия в стране позволяют получать урожай в любое время года. Увидев технологию возведения парников, и другие будут слимиться их построить. Больше станет продуктов на рынке. Пойдет конкуренция, и сельхозпродукция таким образом подешевеет. День Рустам Джона Саидова начинается в парнике. Технологию ухода за помидорами в тепличных условиях овощевод изучал в Китае. Благодаря полученным знаниям теперь у его семьи стабильный доход. Когда мы были в Китае, то вместе с друзьями решили и здесь построить парник. В самом начале работы у нас не было ни проекта теплицы, ни условия для его возведения. Сами все придумали и построили. Главной моей целью было открыть небольшое хозяйство, чтобы сельчане тоже могли развить это дело, чтобы наши дети в будущем не ездили в Россию, а здесь, на родине, могли зарабатывать свой хлеб. У них появится любовь к земле. Но и ограничиваться иностранной методикой Рустам Джон не стал. Он придумал хитрость, которая позволяет сэкономить и время, и деньги. Часть парника засеивает семенами, вторую часть саженцами, выжившими из семян. Коллеги благодарят Рустам Джона за смекалку. Мы только один раз покупали семена, когда построили теплицу. Килограмм семян стоит 150 долларов, а нам их нужно много. Приобрести в большом количестве возможностей не было. Поэтому решили делить рассаду, тем самым увеличить кусты. К счастью, наш эксперимент удался. Наша практика поможет дихканам в будущем. Экономно. Томатные кусты очень нежные, поэтому мы в теплице соорудили и мини-теплицу, где рассада растет до появления корней. Здесь много тепла не нужно, поэтому мы бережем их от солнца. Руслан Джон Саидов не просто внедрил в Худжанте технологию выращивания любимого овоща, но и создал экспериментальную школу. Мы учим детей овощеводству, потому что нужны хорошие кадры. Мы специально ездили за рубеж, чтобы передать свой опыт будущему поколению, чтобы они продвигали свою жизнь, тянули семью. Для этого нужно знать хорошо химию, физику, геометрию, состав песка. У нас в стране хорошая почва, которая без особого на то труда поможет вырастить хороший урожай. Сегодня уже 20 тысяч кустов помидоров разбиты на гектар земли. С каждого куста овощевод планирует собрать до 5 килограммов. Зимой свежими помидорами и огурцами дажистские рынки всегда обеспечивал Узбекистан. Соответственно, цены были высокими. 5 долларов за килограмм помидоров. Такое себе мог позволить не каждый. Раньше зимой мы не могли себе позволить покупать огурцы и помидоры. Они были очень дороги. Сегодня эти овощи, можно сказать, доступны и в изобилии. Не скажу, что совсем дешево, но дешевле, чем прежде. Чем больше их будет, тем легче будет получать витамины зимой. Чем дешевле, тем больше спроса. Рустам Жоусаидов говорит, что скоро теплые овощи зимой будут доступны абсолютно всем. Главное – работать, учиться и строить новые теплицы.